Друзья, привет! Мы с вами снова в магазине IKEA Нижний Новгород. Кто бы сомневался, да? И по вашим просьбам продолжаем обзор всех органайзеров. Хотели вынести их честно каждый отдельно, но понимаем, что их на самом деле понемножку. Два, три, четыре вида, поэтому, друзья мои, запасайтесь попкорном терпением и идем смотреть все органайзеры, кроме линейки Скуп. Линейка Скуп уже снята, ссылочка, пожалуйста. Проходим, смотрим. Ну, либо наверху, где-то здесь найдете. Так, Дима, пойдем сюда. А ты здороваться не будешь? Здравствуйте. Дима сегодня приболел. Приболевший, да, поэтому. Особо не буду разговорчивым. Говорящая голова, сегодня я. Новая линейка Локисар. Про нее очень много вопросов, потому что нет вообще на самом деле информации, нет отзывов, как эксплуатируется, для чего, почему. Во-первых, почему такой цианик задрали. Поэтому давайте смотреть, разбирать. Локисар, три размера. Начиная вот с такого маленького чемоданчика, средний и большой. Давайте с большого, где уже Дима стоит. Значит, смотрите, ткань, полиэстер, но при этом, Дим, пойдем поближе. Очень по текстуре напоминает, знаете, такой, как будто прорезиненный лен. То есть хлопковая, как будто бы жесткая ткань. На самом деле здесь пропитка. То есть у вас ничего не промокнет. Не шевелее. Тяжело фокусирует? Угу. А вот. Все это делаем на замках. Здесь уже, ребят, нет никаких дополнительных каркасов, ребер. Вентиляция. В местах ручек, кстати, эстетично, да, сделана, закрытая, и в принципе ее не видно. Вентиляция есть, вещи не задыхаются. Думаю, все хозяйки подтвердят, что при хранении любых вещей, когда нет вентиляции, все это дело задыхается. Значит, жесткость достигается за счет двух вточных боков. Причем они тоже мягкие. Вообще за счет самой ткани. Вентиляции у нас две, получается. Вот под этой ручкой и еще. Сейчас посмотрим, что рекомендуют. Значит, это из переработанных пластиковых бутылок. Стирать, отбеливать, сушить нельзя. Поэтому, каким образом за ним ухаживать, ребят, не скажу. Но ткань не чисто белая, не кипино-белая. Но, тем не менее, вот здесь вот она постояла, уже такая грязноватая становится. Значит, вот такая самая большая сумка 69, 51 на 19. Высота 19, глубина 51. То есть, если мы берем для паксов, то только 58, стоит 1000 рублей. Ну, конечно, гораздо плотнее, чем скуб, но и дороже при этом. Так, значит, сумка поменьше. У скуба такой аналог стоит 500 рублей. Это стоит 800 рублей. То есть, разница получается у нас в 300 рублей. Все то же самое, то же исполнение. Те же две ручки. Размер 44, 51 на 19. Вот вам сравнение сумки. Вот по набиваемости, например, использовать как мини-чемодан в машину, спорно в плане ручек. Жидковатая ручка, кажется. А так, вполне радует, что это переработанный пластик. И вот такой интересный размер, потому что подобного нет ни в одном. А нет, в серии стук есть такая же сумка. 34, 51 на 28. Высота 28. Здесь она у нас 34, так 51. То есть, в принципе, можно и в каркас пакса глубиной 35 поставить, при условии, что у вас здесь 50 сантиметров. Вот такая вот сумка, 800 рублей. Ребят, не показываю внутри, по той простой причине, что они все одинаковые. Мы показали одну, остальные все точно такие же. Для удаленных покупателей, значит, все вот в таком виде. По дороге, в принципе, ничего не сломается. И что радует, нет все-таки вот этих пластиковых кладок, как есть в скубах и в стуках. Так, переходим дальше. Линейка стука. Линейка стука, ну, я бы сказала, это полный аналог с куба, с тканикой, даже прям для сравнения сейчас принесу. Стук отличается от скуба цветовой гаммы и размерами. У стука размеры чуть другие, отличные от скуба. Хочу сравнить, чтобы у вас было понимание по ткани. Плотность ткани примерно одинаковая. Возвращаем куф на место и идем смотреть, разбирать стуки. Значит, смотрим серую серию, розовую. Все то же самое в розовом цвете есть. Давайте сначала саму ткань. Дима, куда тебе удобно? На просвет. Очертания руки видны. То есть ткань все-таки потоньше. Точно такой же полиэстер, такие же вкладки. Только они, вот интересно, вшиты. Да. А, нет, они не вшиты. Вот смотрите. То есть вот они, ну, что радует, есть вот такая окантовочка, которая не видна. Все-таки стук побюджетнее. У скуба внутренняя оснастка. Внутри все это на липучках. Здесь просто вставные вот эти хвосты. То есть если хвост сломался, то уже ребражок не будет. По размерам. 34, 51, а 28. Какой мы сейчас смотрели более дорогой линейку. Это вот эта, вот эта коробулька. Но видите, все-таки за счет вот хвостов форму держит хорошо. Но немножко выскакивает. Вот прям убираю, убираю. Одна ручка для особой переноски набитой не пойдет. Нет, ни одна. Ребят, ручек две. Ну, в общем, если для переноски, то вот в таком виде. Вот здесь 4 ребра жесткости плюс дно. То есть усилено все за счет вот этих полимерных вставок. Сетка окнов. Вверху. Вот разница получается в 300 рублей. Да, то есть такая вот у Латисара стоит 800. Это 600. В 200 рублей. Вот у этой разницы в 300 рублей. У этой разницы тоже в 300 рублей. Точно такая же, большего размера 71-51 на 18. Нет, это побольше. Латисар 69. Ну, хотя, ну, нет, разницы все-таки есть. Вот эти два сантиметра. Стук более интересный смотрится. Стук. Стук более интересный смотрится. А почему? Мне вот эти, наоборот, больше нравится. Она какая-то бесформенная. Но ее, когда набьешь, она будет хорошо стоять. Вот такая жесткая. Нет. Когда ты будешь упаковывать в Pax, это тебе мешает как раз. Не до форматы вот этой. То есть, лучше думаешь, ровные поверхности. Еще у стука есть вот такие интересные штучки. Их, на самом деле, очень часто заказывают. Это у нас ящик комода ScanEvic. Да, это ScanEvic. Значит, вот такие вот ящички по 199 рублей в розовом и в сером цвете. 20-34 на 10. Здесь два отделения. Но я больше люблю скубовский ящик, у которого много отделений. Там под мелочушку, под трусики, который идет для модуля выдвижной. Но такие тоже должны быть. Боковушки все то же самое. Вот как это выглядит в сером цвете. Нет, у стука не все ребра достается. То есть, постирать. Ну, как-то по муслякать только, если. Без ребра жесткости форму особо не держит. Просто нечем. Ткань тонкая. Поэтому все-таки вот с этими ребрышками, ну, поаккуратнее дадим. Можно заменить. Муж с руками надо. Где мужиков с руками взять, не скажешь? Так, дальше идем по серии стук. Все-таки она не маленькая. Может, мы ее в отдельный обзор выделим? Или ладно, уж пообещали, снимаем как есть. Чехлы для одежды. Следующая цену не помню. По-моему, 600 рублей набор стоит. 700 уже даже стал. То же самое, что у скоба. Молния. Ну, прям более шуршащая. Не знаю. Кстати, друзья, как у вас по расползанию? О, пойдем-ка. А вот мы сейчас и покажем, как по расползанию. То есть не натягивайте на толстую куртку. Размаривайте. Да, как она натянет. Выбывает, упиновывает. Добрость. Ну, в общем, умейте в виду, если вы хотите сюда много впихнуть в один чехол, есть риск, что у вас все швы поедут. Набор чехлов из трех штук. Два маленьких и один большой. Это большой. То есть вот, в принципе, комбинезон, который на мне, вполне сюда уместится. Можно сказать, вместе со мной. Микрофон. Вместе со мной. Это маленький. Так, модулечек стук. Он поменьше с кубовского. Нет, не умещается. Пойдем сюда. Вот модуль. Один, два, три, четыре, пять полочек. Шестая разделение. Цена 600 рублей. 30-30 на 90. То есть даже самый маленький шкаф. Ну, полочки по провисанию такие же, как у с кубовского. Но он помелче и поменьше. Соответственно, поменьше положили и меньше вероятность этого прогибания. Ну, не говори, Куваль. А из-за того, что вставок пластиковый больше, поэтому он смотрится более аккуратно. Чем с кубовский, да? Да. Так, стук подвесные карманы. Точно такие же, как в с кубовске. Разница в один сантиметр. Сравнивали с клиенткой. Один ряд можно подшлепать. Вот так. Получается тройной. Так, дальше. Вот эти вот ящики мне очень у стука нравятся, потому что больше, в принципе, их нет ни у кого. Ящик стук 34, 51 на 10. 34. 34, 51, высота 10 сантиметров. То есть, фактически, это как вот два средних, да? Цена 300 рублей. Есть чуть поменьше, поуже. Длина такая же, высота такая же. 250 рублей. Опять же, удобно, да? Куда-то поставить, в какой-то шкаф. И имейте в виду, если у вас не сильно набитых... Для носков. Для носков. А там написано. Где? Ну, будь повнимательнее. А, вот, смотрите. А я про эти окошки и не помню. Так, а они прилагаются? Это окошко, понятно, прилагается. А бумажонка прилагается? Ну, бумажку сама сделаешь. Нет, так не интересно. Сделано во Вьетнаме. Бумажонка прилагается. Дальше. Точно такие же. Но высокие. Значит, высотой 18 сантиметров стоит 400 рублей. А я поэту поправлю. Если в этой коробке не носки будут... Что, разрыв мозга? Да. Носки? Где носки? Узкий, но повыше 349 рублей. 20,51 на 18. В принципе, при помощи стука можно хорошо организовать хранение в шкафу. Так, вот как это представлено в розовом цвете. Покажи эстетику. Когда у нас так в шкафах будет, да? Не в нашей жизни. Не в нашей жизни. Не в нашей семье. Так, по стуку мы вам рассказали. Жду от вас обратной связи. Нравится, не нравится серия. Пользуйтесь, не пользуйтесь. Какие, если пользуйтесь, какие минусы нашли. Ребята, обязательно делитесь нюансами, да? Потому что на картинке все хорошо, красиво, а в жизни бывает не всегда так. Переходим к следующей серии. Сторбассы. Она заменила... Блин, слушай, я забыла, как серия называлась, которая была вместо нее бежевая. Гарнитур. Была красивая серия гарнитур, ее заменили стробассы. Стробассы в двух цветах. А, кстати, гарнитур остатки еще есть. Мы сейчас и гарнитур покажем. Сторстабе. Сори. Хлопок. Насколько я помню, но могу ошибаться. Шиш, Таня опять ошиблась. Полиэстер. Но смотри, вполне можно спутать хлопковой ткани, да? Эффект именно вот такой визуальный. И это уже более эстетическое хранение. Дорого-богато. Дорого-богато. Нет, Дима, это более стильно. Это не надо запинывать в шкаф. Это куда-то ставится наружу. Вот такая вот коробульчика. Ну, открытый ПАКС. Стоит 500 рублей. Размер у коробульчика 25-35 до 15. Давай ее разбирать. Смотри, здесь, во-первых, уже все вшито. Вот оно, окошечко тканевое, ручечка. Здесь тоже полиэстерная вставка. Куда-то ее припрятали. Вот она где. Но сумку все равно постирать нельзя. Даже дорогою. У крышки сразу все вшито. В общем, если вдруг помяли-погнули, придется распарывать ее. Прокройки шить, я делаю. Надо попробовать проэкспериментировать. Растирать ее нельзя. Есть автомобильное средство, называется сухая химчистка. Возможно, она... Она стоит у тебя космических денег. Я почистила недавно ковер. Знала бы лучше, чтобы... Коветр метр тридцать на метр семьдесят, да? Чувствуешь, что площадь какая с одного балакончика? Ну, в принципе, да. А, еще смотри, нюанс. Идем покажем. Вроде бы полиэстер. Ну, вот, видишь, цапают ручками, да? Дома же это чаще цапа не будет. Как ты? Придираешься. Придираюсь. Моя задача придираться ко всему. Следующий размер стоит аж семьсот рублей. Тридцать. Тридцать на тридцать. А, кстати, эта коробочка встанет в стеллажик, который самый дешевый. Аналог калакса. Он сейчас по-другому называется. Макфинцев, Ницца. И мы опять сменили название. Все, у меня перестали название в кого-нибудь сейчас. Что? Не вспомнил? Название увидите. Да, Дим подпишет. Спасибо. Так, тридцать-тридцать на тридцать. В самой коробке. Вот она, сама коробка. Ну, да, кстати, есть же аналог самый дешевый. За тысячу, за 169 рублей серенькие. А если в этот стеллажик эстетичный будет. А калакса 32 на 32 у нас? Калакса 33 на 33. А вот этот малыш, он 30 на 30. Потому что очень часто его хотят заказать. Ну, хотят красивых коробок. А такого нет. Значит, 30 на 30 стоит 700 рублей. Да, 700 рублей. Следующая коробка с крышкой уже с двойной. Вот что мне нравится у этой линейки. А мы сейчас разберем. А, нет, это чисто упаковочное. То есть, когда мы переводим, да, либо купили. Вот оно. Я думала, их можно выстегнуть. Я все лелею надежду, что можно будет постирать. Фокус не удался. Фокус не удался. Крышка у большой коробки уже двойная. Тоже удобно. Ну, извините, за 800 рублей. Можно себе позволить уже и поизвращаться с коробкой. Размер 30 на 35, на 50, на 15. То есть, самый маленький каркас пакса совершенно спокойно в вашу коробуле уместится. Больше все-таки в Икее. Так, а, подожди, они вот еще. Ну, давай, когда, в общем, как есть. Подвесной модуль стоит 1000 рублей. Размер точно такой же, как у стука. И тоже два маленьких кармашка. Но в эти маленькие кармашки нету сейчас коробок. Раньше у гарнитура вот в эти кармашки были коробочки. И вот еще какая у него фишка. Боковые кормолюшки. Соответственно, куда-то вплотную в шкаф вы его не повесьте. Он подразумевает именно открытое хранение. Иначе вы просто не сможете его использовать. На ригу, на мулек. Да, на ригу, на мулек. И кармашки с двух сторон. Шесть кармашков. И, Дим, покажи, пожалуйста. На самом верху еще такие петельки, как вешалка. Один кармашек пустой. Получается пять. Шесть кармашков, четыре вешалки и два пустых. Ну, сюда можно много чего напинать. Так, дальше. Вот такой вот разделитель за 700 рублей. 37, 40 на 15. Мне про него больше нечего сказать. Что он только разделитель. Меня смущает, что катышками покрывается. Кто на поставил? У меня просто нет этой линейки в эксплуатации. Я даже не могу сказать, как она себя ведет. Давай покажем. Здесь, значит, у нас все вшито. Никаких регулировок нет. Уже вот как есть. По-другому никак. Здесь все на липучках. Со стороны выгодить пришла тетка и все раздирает, раздирает. Кстати, как у вас народ в мегах уже побольше стало? У нас прям на кассах толпы потихоньку начинают. Люди начинают готовиться к Новому году. Мы сейчас только обсуждали, что мы не чуем Новый год. Дети с нас просят Новогоднего праздника, а мы не в курсе, что до Нового года две недели. Что от нас хотите? Мы работаем, не трогайте нас. Две коробки по... Короче, набор стоит 600 рублей. Получается, коробка 300 рублей. Размер 20, 37 на 15. Это размер одной коробки. 37, 20 и 15. Но вот в это отделение она тоже не умещается. У Стурстабы самая большая коробка стоит 900 рублей. Вот она. Мы, кстати, приняли ваши комментарии. И теперь просто аккуратно отходим, когда люди подходят смотреть. И уже не возмущаемся. Просто ждем. Коробка, крышечка тоже двойная, что удобно. Ручки с двух сторон. Вы можете поставить с любой стороны. Ну, в принципе, все. У каких-то больше нюансов у нее нет. Друзья мои, жду от вас. Как, что, зачем, почему. Так, гарнитур. Точнее сказать, остатки былой роскоши гарнитур. А, стромбасы есть еще в синем цвете. Sorry, что сегодня прыгаю туда-сюда. Значит, в синем цвете вот она все то же самое. Ну, вроде бы цвет красивый. Ну, как-то подзатертый, что ли. Или свет у нас здесь так падает. Ну, бешка мне нравится больше. Покажи красоту. Быстрее, а то он мне забанит YouTube. Музыка угромка работает. Так, дальше пойдем гарнитур показывать. Ну, кстати, у нас, я считаю, кто еще не закупились гарнитуром и боятся, что он скоро выйдет из ассортимента, это на самом деле происходит, у нас его, ну, почти весь. И эти сейчас покажем. Гарнитур. Самая большая коробка. 46, 56 на 32. Давай на ее примере разберем, что вообще за гарнитур, почему за нее столько денег просит. Тысяча рублей стоит коробка. Есть ли разница в ткани или одинаковая? Моя задача, что не болтать много, иначе YouTube точно видео забанит, да? Смотри. Более что тут делаешь. И там, и там полиэстер. Ну, здесь, соответственно, дополнительный кант. Ну, это более эстетично смотрится. Ну, вот знаю, что гарнитуру вообще ничего не будет. У нас еще черно-белые старые коробки, они не выцвели. Меламиновой губкой замечательно очистила от них пятнышки, которые в процессе эксплуатации появились. Ну, не было у меня претензий к гарнитуру. В общем, вот такая самая большая коробка. 46, 42, 56 на 32 стоит тысячу рублей. Эту линейку еще посмотрим. Дальше. Такая, ну, средняя коробка. 28, 42 на 16. Нет, это все-таки самая маленькая. Они аналоги и по деньгам, и по функциональности. Просто выводят одно, вводят другое. Вот вам, пожалуйста, как гарнитур со временем пачкается. У стурбаса донышко бежевое. А? Грязь? Там такая же вставка. И все тоже сейчас самое. А если в стирку, без центрифуги? Не знаю, не пробовала. До 40 градусов. Все равно помнется. Ребят, кто пробовал, расскажите Диме. А то ведь купит, пойдет сам экспериментировать. Нет, ну... Так, гарнитур. Ну, почему-то не выставлен выставочник. Вот такой набор коробок. Вот они. Как у серии скуб. Только у скуба стоит 400 рублей, эти стоят тысячу. То же самое. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь коробочек. Размер, значит, у нас общий. Даже этого не указали, что ли. Нет, ребят, общего размера. Единички я не помню. Сори, но... Ничего не могу показать, кроме упаковки. И вот такой набор из двух штук за 1200. Коробульки 31, 34 на 32. Набор из двух штук. А давай их рядом покажем? Ну, они разные, в принципе. То есть они чем-то одинаковые, но и при этом разные. Так, дальше. У комплимента появились отдельно коробочки. Сейчас мы их покажем. И серия Пуда. Плюс Региссар. Это отдельная серия, друг к другу никакого отношения не имеющая. Пуда. 28, 28 на 23. Полиэстер. Выглядит как фетр. Из плюсов. Наконец-то можно что-то постирать в кейре. Мне напоминает светильник. Это не с одной лишь серии. С какой? С какой? Сходить показать? Светильник такой же. А, нет, они разные. Просто похожая стилистика. То есть вот он в разложенном виде. Но при этом написано, что стирать нельзя. Но я бы попробовала. Да, видите. Дело за малым. Осталось все дело собрать. Так, кто пользуется данными коробками, рассказывайте. У нас, получается, дома в ассортименте самла, скуп, стука нет. И гарнитур покупали. Ну, на самом деле, коробки все покупались очень давно, да, Дима? Да. Давно не обновляли. Покупалась, мне кажется, когда Алена еще совсем мелкая была. А Алену, кто за Инстаграмом следит, видите уже, да, какой лосик. Слушайте, еще, знаете, это... Не пожаловаться, поделиться хочу. Прилетела, в общем, недавно вот подписчица прям такой и в Директ, и в Инстаграме, и тут на Ютубе. Но Диму удалю, потому что там было хамство и мат, что какого хрена мы занимаемся не только Икеа, а еще, допустим, Siberian Wellness, мы должны заниматься только Икеа и рассказывать только про Икеа. Нет, там смысл другой в том, что если уж снимаете Икеа, снимайте. А то, что все остальное, это нам неинтересно. Вообще никому ничего не показывайте, ребят. Ну, мы же никого за уши не тянем ко мне на страницу личную в Инстаграм переходить. Просто многие просят, со многими мы общаемся, в Директе общаемся. Кстати, недавно подписчица помогла очень сильно нам. Мы едем в Москву на обучение, и у нас проблемы, короче, с гостиницей возникли, которые мы забронировали. Человек съездил туда, сделал нам документы, которые нужно было делать. Все, то есть просто вот человеческая помощь, да. Мы человеку помогали, человек прилетел в Саранск и не мог заселиться туда, куда нужно. Короче, мы кинулись жильем. Вот, поэтому тут просто, знаете, как, говорю, этот, как она, теория шести рукопожатия, по-моему, она называется, да. То есть все друг друга через что-то знают. Поэтому, когда помогаешь, помогли тебе, помог ты, мне кажется, это нормально сейчас. Ну, как-то, мне, не то чтобы меня расстроил, в общем, этот коммент, просто немножко было неприятно. Что такая вот реакция. Ну, мы особо не навязываем. Да, то есть я вот, например, сама у меня в Инстаграме немного, на кого я подписана, я смотрю за теми людьми, которые мне интересны. Если человек неинтересен, я посмотрела, я вышла. Мне, извините меня, нафиг не надо на то, чем он там занимается. Я посмотрела то, что он мне дает для меня. А дальше, я не знаю, хоть там на бильярдном столе. Вспомни слова Венедиктова. А кому не нравится, все идите лесу? Нет, ты один, а меня слушают. Ну, это да. Так, дальше. Это все отвлеклись, опять унесло. Да, Регисар, коробка из трех штук. Ну, больше, конечно, это эстетика, да, девчонки любят. Настолько сложили. Всякие штуки разложили, но не про меня. Я такое не люблю, я к этому всему равнодушна. Я тут недавно, кстати, книжки в одной читаю. Оказывается, женщины есть женщины-женщины, а есть женщины, которые с мужским характером. И вот я, наверное, ко вторым больше отношусь. Есть же такие, которые дома сидят, уютно водят, красоту. Им нужно засервировать стол семейства. Так, Регисар, коробка из трех штук. Размеры. Значит, две штуки. Размеры 19-13 на 18 и одна 25-25 на 18. Такие вот блинчики вполне можно использовать. Кстати, если кому-то в садик ребенку нужна вот для чего-то эти... Таких праздников нет. Нет, да, да ладно. Чтоб такое одевать. Нет. Так, дальше комплимент. Небюджетный, сразу скажу. 800 рублей набор из двух коробок 25-27 на 12. То есть можете поставить в рядок, а можно вот по отдельности друг на друга. Тоже полиэстер, переработанный пластик. Для ящика комплимент 50 на 58 потребуется две коробки комплимент. Вот таких и две коробки вот таких. Это чтобы в ящик комплимент положить. Туда вполне из кубы нормально встает. Ну, кому хочется, чтобы прям эстетично было, вставляйте комплимент. Комплимент маленький 15-27 на 12 стоит 600 рублей. То есть это прям вот, ну, практически половина, чуть поменьше. Так, я тут все показала. Мы все посмотрели с вами. И коробки Рабло. Про них тоже спрашивали. По ним пока непонятно. Поговариваешь ли из ассортимента выйдут, потому что нет особых приходов по ним. Сейчас они по фэмили, но когда обзор выйдет, а нет, хотя, наверное, еще, может быть, успеем. В общем, пока по фэмили. В чем фишки у Рабло? Во-первых, это бамбуковая крышка. Ребята, это можно ставить в ванну. Ничего не будет. Да не то, что обязательно в ванну. Она сама по себе эстетически красивая. Более, да, такая вот? Да. Вот. Димочка, для носочек. Дороговато за 700 рублей, да? Для проводочков можно. То есть разделители. Давай покажем. Так, во-первых, нужно разобраться, каким макаром она собирается. Потому что, сразу скажу, Рабло за... Ну, вот пазы. Что ты не видишь? Я хочу понять, вот эта штука съемная? Кстати, тоже бамбук. Маловероятно. Нет, наверное, не бам... Прям толщина такая ждет. А мы сейчас стикетку почитаем. Крышка из бамбука, все остальное полиэстер. Прикольно. Так, значит, вот такая сейчас стоит 700 рублей вместо 1000. Ну, не бюджетно. Обратно вставить. Я пришла, поломала и ушла. Вспомните. Молодость. Учите макчасть. У Димы есть желание, уже вижу по глазам, забрать у меня коробку. И собрать ее не мучая. Все, пожалуйста, метрию. Все готово. Так, дальше. За 1000 рублей вот такая. Еще смотри, какие фишки. 25-35 на 20. Боковиночки тоже бамбуковые. Вот еще бы дно доставалось, и как-то бы она разбиралась, да, для стирки. Что-то я прицепилась к этой стирке, но это на самом деле проблема. Коровка дорогая, испачкать. Что с ней делать-то? Ткань похожа на ткань первых лангиста. Поняли. Но более нежная. 25-35 на 20. Стоит 1000. В общем, кто клиенты берут, в них влюбляются, ими пользуются. У нас есть одна клиентка, которая поменяла все коробки на такие. Еще давай покажем. Иди сюда. То есть они вот все равно такие как бы жабловатые, что ли, чуть-чуть, да? Ну, если наполнишь, чтобы это нормально. Да, если ее наполнить. И вот самая большая стоила на 1700. Сейчас она стоит 1300. У нее аж две крышки. Иногда, кстати, попадается в нижнем в оценке. Вот так. 35-50 на 30. 35-50, высота 30. Здесь точно такие же боковушки. Вентиляция под ручкой. Ну, в общем, самое такое офигенное исполнение, конечно, у этих коробок. Их просто можно поставить, да, где-то в комнате, никуда не прячем. А у меня все. Друзья мои, ждем от вас обратной связи. Был ли полезен вам обзор? Все ли мы рассказали, что вы хотели увидеть? Если что-то мы пропустили, забыли или нет, например, в этом отделе, а где-то представлено в другом, и вы хотели про этот органайзер что-то услышать, пишите, мы обязательно для вас снимем. Всех люблю. Подписывайтесь. Давайте общаться в комментариях. А мы пошли снимать следующий обзор. Спасибо за ваши теплые комментарии. Мы прям таем. Поделюсь еще секретом. 90% комментариев отвечает Дима. И, кстати, девчонки, огромное спасибо, кто оценил мой измененный образ. Пока. Пока.